друзья всем привет сегодня у нас 26 мая приехал на то же место где ловил на оснастку со дна на поплавок подлещиков но только сейчас немножко в другом месте сместился чуть-чуть на той точке сидит пожилой рыбак ловит вот как бы ну немного поймал ну а я сместился туда берега вот и сейчас попробую половить на глубине которая будет чуть меньше хотела конечно разместиться там на платформе все дела вот но как бы тащить и достаточно далеко поэтому решил что попробую со стульчика половить на небольшой дистанции но если рыба не подойдет значит буду увеличивать длину . наши удочки у нас и бы есть разные длины так что будем как-то подстраивать под рыбу рыбачить буду начинать с удочки длиной четыре с половиной метра если ее не хватит тогда перейду на удочку пять с половиной метров тут у меня мотовильцы с оснасткой все подписано длина удочки корея это тип оснастки это оснастка с для ловли со дна с подпаском и модель поплавка вот такой поплавок использовать буду с длинной антенны с бабушкой работать все должно на подъем поплавочек красивый хороший недорогой перед тем как начать рыбалку проверять глубину все остальное надо замешать тесто раз пока будем дно выставлять у нас она уже настоится в данном случае буду начинать с самодельного теста замешиваю его в соотношении 1 к 1 оно идет на основе картофельных хлопьев вот с добавлением кое-каких ингредиентов замешивать буду 50 миллилитров сразу же что она в прошлый раз работала нормально все так вот тарелочку тут же 50 миллилитров получается воды так вот все замешал получается такая жидкая каша сейчас она постоит буквально несколько минут и превратится в достаточно плотный состав который в то же время будет достаточно быстро растворяться на крючке просидел я ребят уже два часа за эти два часа у меня была всего одна вразумительная поклевка на подъем и несколько тычков поймал я одну небольшую заплатку и на этом все на поплавок идут постоянные какие-то непонятные шевеленки постоянные полутычки но уверенных поклевок почему-то нет поэтому сейчас я наверное возьму и переделаю снастку и заодно расскажу и покажу вам какую снастку буду делать в этот раз мы с вами соберем так называемую китайскую оснастку на которую рыбачок наши товарищи китайцы оснастка это тоже для ловли со дна но здесь основной огрузочный элемент это именно крючки которые лежат на дне сейчас я постараюсь все это дело показать объяснить и собрать ну и заодно попробуем проверить на практике вернули мое предположение о том что сегодня рыба немножко в куматозе и ей надо немного другую оснастку поплавочек с оснастки снимается и кладется в пенал на мотовиле он не перевозится потому что слишком большой слишком длинный давайте приступим к изготовлению оснастки в качестве основной лески я возьму леску 016 миллиметровая леска тонущая почему тонущая потому что мы леску постоянно притапливаем под поверхность воды чтоб на нее не действовало ветровое течение леску складываем вот так вот вдвое и делаем обычный прямой узел двойной смачиваем его затягиваем обстригаем излишки дальше на эту петлю надо надеть силиконовый стопорок такие вот стопора продаются на алиэкспресс стоит недорого такую пачку можно купить до 100 рублей хватит на всю жизнь надеваем получается надеваем получается стопор вот так вот все у нас стопор получился на петле теперь здесь нам надо сделать еще одну петель чуть чуть позже объясню зачем берем делаем узел восьмерка вот так вот он выглядит вот так вот он выглядит и затягиваем его и затягиваем его вот такая конструкция у нас получилась теперь мы берем теперь мы берем делаем удавку из этой петли вот так на кончике удочки идет коннектор это веревочка с узелком просовываем получается в эту удавку и затягиваем вот все затянули чтобы уж наверняка ничего не слетело мы этим стопором все это дело поджимаем вот такое получилось крепление так вот чтобы снять его быстро нам надо отодвинуть получается стопорок и потянуть вот за эту вот петельку и все слезет вот таким образом просто быстро и эффективно леску отмерил на длину удилища сейчас надо закрепить получается поплавок поплавок крепится также между вот этих вот стопорочков силиконовых берем два стопора продеваем продеваем на леску вот так вот продели теперь берем коннектор для поплавка это вот такая вот штука тоже силиконовая пропускаем леску у него вот он у нас на леске сейчас и теперь надо его также застопорить тоже двумя стопорами зачем такое количество стопоров сейчас объясню тут как бы не все просто так для всего есть свое логическое объяснение мне там под одним видео писали вся оснастка в стопорах это просто люди которые ни черта в этом не понимают вот сейчас объясню зачем вот у нас получился коннектор между стопорами теперь берем поплавок поплавок в данном случае нужен с антенкой которая будет полнотелая то есть солидная то есть она не трубчатая она не имеет практически никакой своей грузоподъемности вот и такой поплавок используется для ловли вот этим вот китайским методом окружать мы его будем дальше я покажу как ну в общем вот такой поплавок про поплавок еще немного расскажу позднее все теперь вот этот коннектор мы просто вставляем получается полочек вот так вот и все он отсюда уже никуда не денется как ни тряси он отсюда совсем никак не вылезет вообще зачем нужны были стопора допустим вы рыбачите да вымерили дно у вас там дно примерно нашли там торчит два отделения да вот и у вас получилось то что дно неровно то есть там сантиметров там сантиметров 30 влево забросили там уже у вас вот так вот допустим антенка торчит да вправо закинули она там торчит у вас еще больше соответственно вам надо уменьшить глубину вот но вы до конца не уверены в том что вы ее сможете уменьшить так как надо вот поэтому вы берете из вот этих четырех стопоров двигаете то как получается три а один оставляете на месте то есть этот стопор у вас как якорь как точка сохранения того как у вас был как у вас была настроена глубина перед этим вот точно так же это работает и в обратную сторону то есть если вам надо сделать глубину поменьше наоборот или наоборот там побольше то один из стопоров у вас остается как получается точка сохранения то есть вы можете всегда снова сделать ту глубину которая была у вас настроена до того момента как вы захотели ее поменять вот следующий момент сейчас опять на леску надеваем два стопора и опять не просто так сейчас объясню зачем продеваем один стопор второй стопор и одеваем трубочку для намотки свинца вот и опять таки фиксируем тоже двумя стопорами в данном случае такое количество стопоров обусловлено тем что подсечки при ловле на удилище вот четырех с половиной метров ниже идут очень резки очень быстро и часто бывает так что когда грузило у вас зафиксировано всего на всего двумя стопорами то оно может ну двигаться по леске поэтому я всегда креплю на получается 4 стопор дальше на леску привязываем быстросъем что такое быстросъем это вот такой вот вертлюжок на конце которого идет вот такая застежка и она фиксируется получается резинкой вот так сейчас мы его привяжем и на него будем уже ставить получается повадки привязывается все это дело обычным узлом клинч все узлы перед затягиванием обязательно надо смачивать для избежания перетирания лески и соответственно ухудшения ее технических характеристик зубы надо беречь поэтому либо бокорезы либо кусочки либо ногтегрызка делать поводки для этого метода ловли это довольно таки непростая задача сейчас я объясню почему дело в том что вам надо сделать двойной поводок получается с двумя крючками где у вас один крючок будет выше другого ровно на две метки поплавка вот как сделать это просто вы примерно отмеряете длину лески на поводки примерно вот причем берете получается один отрезок лески вот он примерно определяете какой длины у вас должны быть платки какую вы хотите вот и затем привязываете к этим двум кончикам крючки а уже потом мы с вами сделаем ход конем и определим длину платков уже по факту и так вот я к одному отрезку лески привязал получается два крючка вот один и вот у меня второй сейчас мне надо сделать ход конем я беру поплавок вот так вот вот это вот у нас будет точка огрузки потом объясню как это дело определяется вымеряю чтобы у меня один крючок был на одной метке второй крючок на другой метке вот видите как и теперь вот эту петлю я просто беру я просто беру и делаю узел восьмерка вот так раз и два и все проверяем соответствует вроде бы соответствует теперь эту петлю я сажаю на быстросъем вот так и защелкиваю все теперь нам надо огрузить поплавок когда я только познакомился с этим методом ловли то я огружал поплавок так чтобы у меня получается торчало из воды получается вся антенна когда на крючки насаживаешь тесто как правило вся антенна топится этим тестом потому что тесто оно как бы имеет свой вес на антенке грузоподъемности нет и поэтому она вся тонет вот но потом знающих люди подсказали о том что это не совсем правильный метод получается огрузки и посоветовали грузить поплавок при ловле китайским методом под названием 4-2 то есть два деления у нас идут над поверхностью воды а грузка идет на 4 то есть вот столько должно торчать из воды тогда когда на крючках не будет теста то есть именно настолько поплавок будет подниматься тогда когда тесто с крючков будет полностью отваливаться а вот столько будет торчать из воды тогда когда крючки полностью будут находиться на дне для огрузки поплавка используется вот такой вот листовой свинец почему не дробины потому что дробинами у вас не получится огрузить поплавок таким образом как вот я сказал выше это будет сделать невероятно трудно это надо будет там крепить какие-то дробины потом надфилем их очищать а здесь я буду просто отрезать буквально там по полмиллиметра ножницами и проверять сразу же на воде как у меня стоит поплавок вот отрежу небольшой кусочек я думаю столько будет хват я думаю столько хватит намотаю его ну кстати у меня товарищ поймал коробку за задницу и подумал что это поддыщик тянет сильно поддыщик подняла подняла или утопила утопила понятно прикольно слушай нормальная такая грамм 120 мм да короче не скучно наматываю получается свинец на эту трубочку сначала делаю вот такую вот как бы зацепку вот такую и потом начинаю наматывать но наматываю не полностью вот а частично для того чтобы возможно было потом спокойненько подрезать чтобы не надо было ее разматывать лишний раз вот вот таким вот образом должна быть огружена получается вершинка поплавка чтобы из воды торчало 4 деления вот в данном случае где-то 4 да 4 с половиной примерно немножко промахнулся вот дно надо выставить таким образом чтобы торчало 2 деления как это сделать сейчас покажу чтобы выставить дно надо взять вот такой вот отрезок резины резинки стирательной вот видите какой расщепленный получается вставить туда оба крючка и верхний и нижний он будет топить нашу снасть и надо чтобы из воды торчало получается 2 деления вот сейчас торчит получается 3 вот надо чтобы торчало 2 надо еще немножко убавить глубину и вот вот и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, рыбалка сегодняшняя подошла к завершению Не могу сказать, что было рыбно Но могу сказать, что постарался сделать для вас видео познавательным В общем, на точке крутилась небольшая платва И замена оснастки позволила ее все-таки ловить А не просто наблюдать на еле-еле вздрагивании поплавка, когда ловят чисто со дна Насколько это актуально по части ловли подлещика, могу сказать, трудно Скорее всего, именно подлещика надо ловить, когда у вас снасть находится чисто на дне И как бы приманочка ваша ждет подхода рыбы То есть подлещика лучше, наверное, кораловить тогда, когда у тебя идет снасть с подпаском А по части ловли платвы, да, платва на эту снасть реагирует намного лучше Вот на китайский метод, тот, который я вам сегодня показал Потому что рыба шибутная, рыба бегает толще воды Там поводки тихонечко опускаются Пылят, рыбку привлекает Вот поэтому на нее это действует достаточно положительно В основном весь процесс практически не снимал Ну, рыбку поймал Ну, сначала было диез Тут стало чуть побольше, чем диез Вот, но, если туполок я, конечно, отключу Потому что, ну, это, как бы, откровенная мелочок В общем, надеюсь, что видео для вас будет полезным У меня на этом все Берегите себя Всем не хвастанье чешуи, крепкого здоровья И увидимся с вами в следующих видосах Всем пока Пока